Общий привет, друзья! Недавно меня спросили в комментариях, что делать, когда немножко подвисает клапан и смазка не помогает. На что я сказал, что может быть пружинка слишком слабая, ее можно чуть-чуть растянуть, тогда за счет того, что пружинка будет растянута, ее отдача, ее упругость повысится, и клапан будет обладать более такой отталкивающей силой. И, возможно, этого будет достаточно для того, чтобы машинка заработала более быстро, более шустро, так скажем. Потому что, например, я часто растягиваю пружинки на некоторых своих трубах, и своим ученикам тоже. Мы смазываем, смазываем ему клапан, а он все равно не хватает отдачи. Знаете, нажимаешь иногда на пружину, а она вялая такая. Так вот, достаточно ее чуть-чуть растянуть, чтобы ее отдача увеличилась. И тогда мне задали вопрос, а как же, собственно говоря, растянуть эту пружинку? Потому что в случае с начинающими возникает ряд вопросов. Если то, что для обычного трубача является настолько обычным делом, для некоторых начинающих музыкантов это вызывает своего рода проблемы. Поэтому вместо того, чтобы объяснять много раз, я решил сразу показать, как это делается. Ну, надо учитывать, что на многих трубах системы клапанов устроены по-разному. Классические клапаны, классические, выглядят вот так. Примерно, наверное, в 70% случаев мы видим, что клапаны у нас устроены вот таким образом. Начинающие музыканты боятся вытаскивать клапаны, боятся все раскручивать. Хочу сразу сказать, что трубы это не моторы и не компьютеры и даже, скажем, не часы. Труба полностью вся разбирается, собирается. В этом нет никаких проблем. И, собственно говоря, делать это можно и нужно. Так вот, клапан у нас раскручивается полностью, начиная от, например, кнопки самой. Вот она раскручивается. Хотя нам, в принципе, это сейчас не нужно. Мы снимаем также крышку от клапана и откручиваем верхнюю часть клапана. Она тоже у нас откручивается на всех, без исключения, моделях труб. И вот мы с вами достаем пружинку. Вот она. Должен сказать, что, например, на моей трубе Ямаха я поменял пружинки. Это не родная пружинка. Эти пружинки мне подарил мой товарищ. Он сказал, что это фирменные американские пружинки. Вот. Ну, я поставил. А мои фирменные Ямаховские пружинки, например, вот они. Лежат отдельно. Могу сейчас поставить на место свою Ямаховскую пружинку. Вы можете видеть, что, например, пружинки от Ямахи, они обладают такой спиралевидной формой. Видите разницу? Баховские пружинки прямые, а вот Ямаховские несколько такие, расширяющиеся к центру и сужающиеся к оконечностям. Разницы особой, и честно скажу, я не вижу. Но, вот показываю, как я меняю пружинку. Если мне нужно растянуть пружинку, вот я вытащил пружинку и слегка ее растянул. Она стала чуть-чуть больше, за счет этого ее упругость увеличивается. Только не перестарайтесь, если слишком растянете, то ход машинки может быть очень тугим. И в случае с ребенком это будет затруднительно, нажимать на этот клапан, потому что отдача увеличится, но увеличатся и нажимные качества. Придется и нажимать с большим усилием. Поэтому здесь нужно найти очень тонкий баланс. Недавно мы рассматривали музыкальный инструмент, на котором мне приходилось просто давить с такой удвоенной силой, потому что пружинки были очень тугие, приходилось прямо напрягаться, а это дискомфорт. Поэтому здесь нужно найти баланс. Главное не перестараться. Так вот, вы чуть-чуть, чуть-чуть, семь раз отмеряем, один отрежем. Чуть-чуть растягиваете, вставляете пружинку и начинаете процесс в обратном направлении. То есть закручиваем верхнюю часть клапана, ставим на место крышку и закручиваем кнопку. Хочу сказать, что откручивать кнопку нам не обязательно. Ее вообще практически никогда не нужно трогать. Только в том случае, если вы хотите поменять сами кнопки. Многие трубачи сейчас заказывают себе специальные фирменные кнопки. А так, в принципе, чтобы поменять или растянуть пружинку, нам не нужно трогать кнопку. Мы можем это делать сразу. Вот, откручиваем верхнюю часть клапана вместе с крышкой. Видите, вот я открутил и ставлю на место. Это в случае с классической компоновкой клапанов. Как я уже говорил, это процентов 70-80 моделей труб изготовлены таким образом. Затем мы ищем правильное место для нашего клапана, чтобы дырки совпали с дырками, отверстия с отверстиями. Чуть-чуть поддуваем, вращаем клапан, ждем, когда пазы опустятся в свое место. Слышим небольшой такой клик, щелчок. Это значит, что все на месте. Закручиваем. Вот, собственно говоря, и все. Бывает у нас конструкция с клапанами другой системы. Вот перед нами труба КОН. Мы откручиваем клапан. Здесь еще проще. Здесь вообще ничего не надо крутить. Просто вытащили клапан. Пружины нет. Просто переворачиваем трубу и пружинка у нас вываливается. Она у нас просто лежит внизу. Труб с такой конструкцией клапанов тоже достаточно много. Их не так много. Намного меньше. Я обыскал процентов, может, 20-15. Мне редко встречаются инструменты с такой компоновкой клапанов, но, тем не менее, тоже достаточно популярная конструкция. Ну, здесь еще проще. Вытащили пружинку, чуть-чуть растянули, бросили назад, вставили клапан, нашли правильное место, закрутили. Ну, для полноты коллекции я покажу свою индийскую трубу. Она пришла с комплектом пружин. Это бывает крайне редко. Нет вообще ни одной такой модели труб, чтобы приходилось с запасным пружинкой. Мне никогда не попадалось. Сколько бы я не видел труб, я никогда не видел, чтобы трубы приходили с запасным комплектом пружинок. А здесь их не четыре. Здесь у нас четыре клапана, здесь у нас этих пружинок раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть запасных пружин. Зачем столько? Я не могу понять. Для чего они нужны? Ведь чтобы пружинка сломалась, это практически просто вообще нереально. За всю историю моей эксплуатации труб у меня единственный раз сломалась пружинка, и то это произошло через 20 лет непрерывной работы. Вот только через 20 лет я поменял пружинки. И случилось это один единственный раз. Больше я такого случая не припомню, чтобы ломались пружинки. Так вот, хочу просто показать, почему я хочу показать эту модель индийской трубы, потому что у нее клапана выполнены вот в таком довольно неожиданном стиле. Здесь, в принципе, особой разницы нет, просто пружинка не закрыта никакими такими каверами, да, то есть не закрыта она еще дополнительным каким-то крышкой. Просто пружина здесь видна на виду. но здесь мы делаем то же самое. Иногда бывает так, что этот клапан настолько сильно закручен, что без плоскогубцев не справишься. Бояться здесь не надо, можно смело применять физическую силу, потому что конструкция клапанов обязана раскручиваться. если руками вы не можете это раскрутить, раскручиваем при помощи плоскогубцев. Криминала в этом никакого нет. Это нормальное обычное явление. Ну, собственно говоря, вот и все. Нет, смотрите, как наши друзья-индийцы закрутили. Не открутишь. И в данном случае приходится откручивать и кнопку. Но здесь ничего не сделано. Индийская конструкция, она, видите, своеобразная. Опять же, вот та же самая система. Вытаскиваем пружинку, если вам нужно, растягиваем. Я в данном случае ничего не растягиваю, потому что на индийской пиколке и так эти клапаны слишком тугие. Опять ставим все назад. Прокладки, накладки, закручиваем так, как было. Пружина упирается, конечно, поэтому надо ее слегка поддавить. Это нормально. Вот. Ставим на место крышку, ставим на место кнопку клапана. То есть, друзья, не бойтесь раскручивать клапан. В этом нет никакой вообще проблемы. Клапана раскручиваются очень легко и обратно собирается очень легко. В них во всех клапанах практически две-три детали. Значит, первая деталь это кнопка, потом крышка клапана, собственно говоря, пружина. Все. Больше здесь ничего нет. Разобрали, собрали. в случае если пружина слишком упруга, а вы хотите сделать послабже, то обратный процесс вряд ли получится. Вы, конечно, можете обрезать пружину, но я думаю, что это будет уже более худший вариант. Поэтому проще заказать пружинки на каком-нибудь музыкальном сайте. Стоят они копейки, продаются обычно наборами по три штуки, по пять штук, по десять штук, сколько вам надо. Но я думаю, три штуки это больше, чем достаточно. Вы вряд ли будете менять себе полный комплект пружинок. Этим занимаются уже, знаете, определенного рода гурманы, которые видят разницу в том, чтобы на трубу Ямаха, например, поставить пружинки от трубы Бах, или наоборот от трубы Бах поставить пружинки Ямаха или заказать какие-то специальные пружинки. Но я считаю, что это уже своего рода кулинарные изыски такие, знаете, для особо искушенных любителей. По большому факту, на мой взгляд, это особо роли не играет. Любая пружинка в принципе работает по одному принципу. Единственное, что можно сделать в каком-то в том случае, если ваша машинка тормозит и не обладает. Вы прям нажимаете, а клапаны, знаете, бывают, проваливаются. Нажимаешь на клапан, а он вместо того, чтобы отскакивать назад, там засыпает. Ему приходится, ну, выходи, давай, выходи, а он тормозит. Вот в этом случае пружинку растянуть не помешает, вреда не будет. я неоднократно и много раз растягивал эти пружинки. Криминала в этом я не вижу, но повторюсь еще раз, семь раз отмерь, один отрежь. Если вы слишком сильно растянете пружинку, то ход машинки будет туговат, вам придется прикладывать усилия, чтобы нажимать. Так что не перестарайтесь. Не перестарайтесь, друзья, растягивайте пружинки с умом, чисто так вот путем экспериментов. Чуть-чуть растянули, посмотрели, лучше стало, хуже. Нет, еще чуть-чуть растянули. Так что все по чуть-чуть. Итак, друзья, надеюсь, что этот вопрос как растянуть пружинки на клапанах мы с вами сегодня разобрали досконально. Если у вас остались еще вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, задавайте любые вопросы. Всем пока!